Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем урок 28. Я ничего нового не буду объяснять. Будем практиковать то, что мы прошли. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите упражнение 250. Вам надо прочитать нам очень убедительно эти предложения и объяснить, почему мы употребляем ту или иную информацию. Итак, just as the train was starting, he jumped in. У нас предложение начинается с придаточного предложения. Значит, мы его отделяем в отдельную тон-группу и употребляем low-rise. Whenever I have a headache, I take a cup of strong tea. Опять, предложение начинается с придаточного предложения. Отделяем его в отдельную тон-группу и употребляем low-rise. We can walk there if there's time. Предложение заканчивается придаточным предложением. Значит, здесь может быть два варианта. We can walk there. Пауза. If there's time. Low-rise. Или же. Мы можем не отделять его в отдельную тон-группу, а употребить его как одно предложение с интонацией high-fall plus a rise. We can walk there if there's time. I prefer it if you've got it. Или то же самое. I prefer red if you've got it. I couldn't tell him because his wife was there. Dammer. Так. Because his wife was there. Придаточное предложение в конце передает главную информацию. Придаточное предложение причины. Dammer – это комментирующая. Простите. Это common clause. Qualifying. Qualifying common clause. Квалифицирующая, комментирующая ремарка. Looked at politically, it was a defeat. Morally, they have won. Опять же, обстоятельственная фраза в начале отделяется паузу. И looked at politically, одна фраза, и вторая morally. То есть они отделились в отдельную тон-группу. It's no use going until the supermarket is open. Или прочем как одно предложение. It's no use going until the supermarket is open. As I was coming down, my food slipped. Предложение начинается с преддаточного предложения. Значит, отделяем его в тон-группу. И low-rise. Cigarette, thanks. Oh, that reminds me. I've given up smoking. Здесь у нас что? У нас будет initiators. Которые здесь отделятся в отдельную тон-группу. He was very tired. But he was nevertheless unable to sleep. В середине стоит у нас conjunct. Он отделяется в отдельную тон-группу. Nevertheless. Whoever wrote this book is a genius. Преддачное предложение подлежащее. I'll have finished by the time you get back. Или же. I'll have finished by the time you get back. She comes late. Usually. Значит, здесь usually стоит в необычной позиции. Поэтому оно отделяется в отдельную тон-группу. And don't answer me back, you cheeky little devil. Или же можно сказать так. You don't answer me back, you cheeky little devil. То есть, you cheeky little devil может произноситься как хвостик предшествующей синтагмы. Но после падения он может принимать подъем. Но здесь у нас очень много всего есть. И initiators, и repetition, и qualifying common clause. At first, he was dead against it. Later, however, he decided to join us. Отделили от first в отдельную тон-группу. И however стоит в серединке. Отделили его тоже в тон-группу. Но можно и вместе сказать. Later, however, he decided to join us. While we are waiting partner, let's go through our notes again. Вот partner vocatives, который стоит в серединке. Поэтому оно может произноситься как хвостик предшествующей синтагмы. Или же после падения он может употребляться с подъемом. Давайте прочитаем эти два варианта. While we are waiting partner, let's go through our notes again. И второй вариант. While we are waiting partner, let's go through our notes again. Я, по-моему, перепутала два варианта. Я повторяю это предложение еще раз. Итак, partner будет произноситься как хвостик предшествующей тон-группы. While we are waiting partner, let's go through our notes again. Второй раз. После падения partner может принять подъем. While we are waiting partner, let's go through our notes again. Но в любом случае, серединное прямое обращение не отделяется в отдельную тон-группу. Surely, you can find other people to play goal with. Why do we have to choose him? Это у вас surely disdient. Отделился в отдельную тон-группу. In fact, we are still quite, quite strangers around here. In fact, disdient. Отделились в начальной позиции в отдельную тон-группу. Quite, quite strangers. Повторение. Каждое повторение имеет свою тон-группу. And, well, I'm rather lost to tell the truth. To tell the truth disdient. Отделяется в отдельную тон-группу. Madam, sit close to the fire. You must be frozen. Madam, vocative. In initial position. It takes high fall. Haven't you got any change as the conductor feeling in his bag? As the conductor feeling is his bag? Это слова автора, следующие за прямой речью. Они не отделяются в отдельную тон-группу. То есть, вернее, не так. Первая часть произносится как хвостик прямой речи. А вторая часть эхом повторяет и тонацию прямой речи. Послушайте. Haven't you got any change as the conductor? А дальше feeling in his bag? Только он произносится очень быстрее и на более низком уровне. Did you enjoy the play yesterday? You see? I can't say it was interesting. You see? Initiate. На этом мы закончим этот урок, а продолжим упражнение на следующем уроке. До свидания. До свидания.